Если говорить о военных действиях в составе, в рамках СВО, то такой необходимости нет. Однако, мы должны четко понимать, что мы вошли в фазу, когда мы должны противостоять внешнему ворову куда более масштабному и серьезному, введенному Западу. Это два. В-третьих, безусловно, Китай наш друг, союзник сегодня. Но мы имеем примеры того, как все быстро меняется. И то, что мир перешел в фазу жесткого противостояния, вооруженного противостояния, это тоже факт. Дело заключается в том, что система противоречий глобальных, которые сейчас сложились, намного по степени сложности, по степени глубины и силы превзошлись те противоречия, которые вызвали две предыдущих мировых войны. Поэтому передел силовой меры неизбежен, потому что любое новое построение глобального мира проходит через серию серьезных конфликтов. И отстаивать территориальную целостность на 6 стран нам еще предстоит. Поэтому, безусловно, надо переходить на двухлетний срок службы срочников, раз. Безусловно, надо радикально увеличивать процент срочников в составе вооруженных сил. Не на фронте, я не к этому призываю, а на войсках, которые несут повседневную боевую службу. На те же корабля флота, которые там все. Причина простая. Нам нужно иметь достаточно мощный, так называемый, военно-обученный резерв первой линии. Хочешь мира, готовься к войне. Для того, чтобы мы могли при необходимости увеличить боевую численность состава вооруженных сил Российской Федерации, как минимум до нескольких миллионов человек в случае глобального столкновения с каким-нибудь из внешних противников. Да, это данность. И наш военно-обученный резерв должен составлять тоже где-то первой линии, несколько миллионов человек, это железно. А второй момент, который нельзя забывать. Надо вспомнить еще раз недобрым словом Сердюковско-Макаровские реформы. Точнее так, Медведевско-Сердюковско-Макаровские реформы. Вот я бы так сказал. В ходе которых была уничтожена большая часть, там железные остатки, БХВТ, баз хранения военной техники. Дивизия второй линии, скажем так. Да, которые, по сути дела, представляли собой кадрированные дивизии, кадрированных соединений частей. Вот. Их надо восстанавливать. Их надо дооснащать вооружением военной техники устаревшего типа. В этом ничего нет тривиального, это нормально. Вот есть еще. Поэтому это вот это направо. И еще, я еще раз повторяю, в спешном порядке надо принимать на вооружение концепцию военно-производственных, административных поселений по границам нашей страны, как способ обеспечения территориальной ценности. Есть еще один очень важный момент. Люди, живущие в этих поселениях, будут формировать целые поколения, это целый слой будет социальный, ориентированных на защиту страны. Это не у казачества. Не у казачества. Это опора фундаментальности, которая будет работать в обе стороны. Она будет работать и против внешнего врага, но, что самое главное, она будет работать против наиболее опасного, против внутреннего врага. Василий Васильевич, ну, заключительный вопрос. Действительно, вторжение.